Костя Суханов, 36 лет, профессиональный актёр, больше 50 работ в кино, ГИТИС закончил, много по-настоящему популярных аудиокниг. Ага. А, кандидат в мастера спорта по вольной борьбе. Да? Да. Понятно. Ладно, Костя Суханов сразу такое всё выдал, говорю, им фамилия, возраст. Все свои послужные. Костя, ну что-нибудь расскажи про кино, какие-то самые запоминающиеся роли, наверное, ну, что тебе было интересно. Ну, давай случай вспомним. Был интересный случай, когда товарищ полицейский был проект, и мой герой должен был с третьего этажа подстреленный падать. И я был моложе, я был гораздо более, скажем так, хотел выделиться. И вот эти все истории о том, что актёр выполняет сам и без всяких каскадёров, мне очень запало. И я знал, что там коробки внизу, всё готово, уже было. И я очень просил режиссёра, говорю, пожалуйста, можно я сам упаду? Я говорю, я спортсмен, у меня всё получится. Ну, мне чётко сказали, нет, я долго мучил человека, но чётко сказали, нет. И в этот момент каскадёр, который должен был это делать, он вёз оружие. Ну, что-то с документами не срослось. В общем, его товарищи полицейские те же самые где-то завинтили. И сложно всё произошло. Ну, таким образом я добился того, что я прыгнул сам. Я прыгнул. Я больше полугода всем рассказывал, что вот в этом проекте я буду падать сам, лично, с третьего этажа. Ну, проект вышел, и падает всё-таки каскадёр там. Они подсняли отдельно уже без меня. Ну, ладно, хотя бы подсняли. Было бы хуже, если бы в титрах падал ты, а в титрах был указан он. Но это было бы ещё обиднее, если бы оставили. Силья, силья. Понятно. Кость, есть ещё у тебя какие-то пожелания к этому миру в плане ролей? Вот чего-то ты не играл, и тебе вот... Знаешь что? Всё, мне действительно хотелось бы, начиная с не спящих, наверное, проекта, я там не снимался, просто я его увидел, и я тогда понял, что теперь делают для площадок, то есть для интернет-площадок, и что там покупают уже хорошие сценарии, и что там действительно интересно. Мне не принципиально, я в своей жизни много чего переиграл, начиная от полнейших подлецов, заканчивая комедией, ну, менты, бандиты, их никуда не денешь. И поэтому пожелание, наверное, вот такое. Для площадки в хорошем проекте. А я буду настойчивой. Какую роль ты всё-таки хотел бы сыграть? Роль какого человека? Потому что вопрос был таким, а не про площадки. Ну, пусть, ладно, пусть это будет какое-нибудь выживание в тайге. Человек, который умеет это делать, и ему жизненному необходимо выжить, простите за эту автологию. Ну, выжить в тайге. Вот пусть будет это выживальщик. Прикольно, мне понятно. Ну, вот про такой, подобный ответ. Ну, ладно, не там, сами по себе, потому что я тебе просто привозила пример. А то все изворачиваются. Либо называют название роли, либо какой-то фильм, либо как ты про тлаформу, а мне интересно описание. Я это услышу. Вот. Что больше всего в жизни расстраивает тебя? Просто вообще. Ну, вообще расстраивает. Давай не что больше всего расстраивает, а давай... Вот ближайший случай. Я сегодня ночью записывал рассказ. И со времен смерти отца я в первый раз заплакал. Смысл рассказа в том, что дед, фронтовик, ветеран, захватил банк, потому что у него украли его награды. И милиции было наплевать. Они не хотели искать это все. И вот он захватил банк, договорился с людьми и попросил только одно. Вернуть ему награды и сделать последние сто шагов, чтобы в него не стреляли. С этими наградами. И он прошел свои сто шагов и умер от сердечного приступа. Я честно, я заплата. Да, грустненькая такая история. Так, а из радостного чего у нас? Из радостного? Давай чего-нибудь из радостного. Из радостного. Так и живем. Грустного всегда есть, что рассказать. Да, я сейчас вспомню, что это будет. А, из радостного. Давай из детства. Я, как уже говорил, я занимался борьбой вольной. И вот была такая история. А были 90-е годы, и довольно-таки было тяжело даже с экипировкой. И вот мне мама сшила настоящую хорошую борцовку, как у всех. Только проблема была в том, что она была не из эластика, как это правильно делается, а из ситца, потому что это было дешево. И у меня была, в отличие от многих, черного цвета, которая должна быть синяя, она была черного цвета борцовка. Она чертовски сводила с ума моих соперников, потому что они ничего в черном выходят. Ну, тем более, это было довольно-таки молодое поколение еще борцов. И вот этих я сводил с ума. Другое дело, что мне совершенно было неудобно. Она не тянется, она трещит во время борьбы. Но, черт возьми, я выходил к маме черной борцовке. Да и хрен с ним, что из ситцевой. Все, мне достаточно...